Дима Билан Диме стало сначала хорошо, а потом очень хорошо, как и всем его товарищам. В общем, Дима после рюмашки был в хлам, как и его друзья, но настоящий артист выступает даже в коме, а Дима считает себя настоящим артистом, поэтому он пошел петь. Друзья вынесли его на сцену и прислонили к микрофону. Со сцены он вместо вокала выдал что-то иное, показывая зрителям файки и вступал в полемику. В общем, импровизировал как мог. Я думаю, что он просто хотел быть ближе к народу, как Миша Ефремов, но вы же понимаете, что тонкую душу артиста ценит не каждый. Жители Самары ее не оценили. Они цинично потребовали от Димы публичных извинений за неадекватное поведение. Что это такое? Возмутились люди, подписавшие петицию. Мы пришли на концерт, а нас унижают. Дима, надо отдать ему должное, извинился и даже пообещал вернуться и спеть трезвым, причем бесплатно. Еще Дима сказал, что он приедет и купит жителям города аппарат. Непонятно, правда, какой. Видимо, самогонный. Но бог с ним, со зрителями. С нами все понятно. Мы не можем оценить художника и поэта, нам подавай зрелище. Страдающая душа не находит отклика в наших жестоких сердцах. А вот коллеги Димы поддержали, особенно Киркоров. Ну так еще бы. Этот сразу с ноги. Если что, идет не по плану. Или просто матом. Какие там извинения. Все мы не без греха. Не суди, да не судим будешь. Дима, ты артист. Артист с большой буквы. Еще больше стал им. После этих честных слов написал наш король поп-музыки. Так что после концерта в Самаре Дима стал еще больше артистом. А то, что жители считают иначе, так это ничего страшного. Что они понимают? Продолжение следует.